Авиация «Авангард» 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 Это, естественно, научные ветви, которые, собственно, относятся к такие крупные философии-ученые, как Циолковский, автор космической философии и теоретик космонавтики Александр Леонидович Ижевский, собственно, создатель новой науки космобиологии, изучавший земно-космические взаимосвязи, утвердивший неразрывность процессов биологических и исторических, проходящих на Земле, от, так сказать, процессов, происходящих в космосе, в инверсуме. Николай Алексеевич Улов, автор идеи, очень важная идея, которую я позднее скажу, об антиэнтропедии сущности жизни, труда и творчества человека. Владимир Иванович Вернадский, автор концепции перехода биосферы в ноосферу, в новое творческое организованное состояние биосферы, в котором уже действует основным двигателем развития становится человек, причем человек разумный, любящий и творящий. Николай Иванович Холодный, он ученик Вернадского по многому, автор такой очень яркой работы, которая первоначально называлась «Мысли-добедиста о природе и человеке», потом он переназвал ее, как бы расширив свой фундамент, такой научно-философский назвал «Мысли-натуралисты о природе и человеке», где он противопоставил, вот как он говорит, такому горденному антропоцентризму, вот, собственно, сформировавшемуся еще в уголе гуманизма и в цивилизации новой фемии, которая полагает некий, так сказать, горденно восхищает человека под пятие, да, он, с одной стороны, ставит человека в центр мира, но, с другой стороны, он полагает колоссальный разрыв между миром и человеком и лишает его идеи, как бы такой любовно-творческой связи с миром, его единства с бытием. И вот антропоцентризму противопоставляет он антропокосмизм, который включает человека в универсум, в природные, не только природные, но и космические процессы, делает его, как бы, агентом, так сказать, и существом неразрывно связанным с природой и с универсумом, и в то же время существом ответственным во всей полноте, не только за землю, но и за мироздание. И, наконец, Василий Феофилович Куприевич, очень интересный мыслитель и биолог, президент Белорусской Академии Наук, который в 60-е годы, когда началась эра космоса, выступил в серии статей, посвященных, собственно, проблеме преодоления, преодоления видовых парьеров человека, проблеме продления жизни и достижения практического бессмертия. В сущности, в философии космизма задача преодоления двух фундаментальных ограниченностей человека во время и в пространстве как бы осознавалась как единая задача. То есть распространение человеческого рода по пространству Земли и затем в мироздании залогом этого, так сказать, этой экспансии человечества и освоения универсума, естественно, становилась победа над временем, продление человеческой жизни, преображение человеческого организма в совершенные бессмертные, способные обитать в разных средах и, соответственно, способные творить в космосе. И религиозно-философская ветвь, которая, собственно, относит крупных наших христианских мыслителей. Это тоже очень интересно. Бердяев определял эту линию так. Он говорил о том, что это та мысль, которая космоцентрична. Она как бы узревает божественной энергией в тварном мире. То есть она осознает бытие, как пронизанное, так сказать, божественными энергиями, так сказать, бытие, которое Господь содержит в своей деснице, творит и содержит в своей деснице, и в то же время вставящий человека в центр мироздания, как бы вставящий вопрос о его христианской активности, о пределах этой активности, обращенном, как пишет Бердяев, к активности человека в природе и обществе. И вот здесь мы видим, собственно, крупных наших христианских мыслителей, от Владимира Соловьева, о котором у меня уже говорила... Слышно меня хорошо, да? Вот. Владимира Соловьева, Сергия Булгакова, авторы философии и хозяйства Николая Бердяева, ключевая книга для философии космического смыслу, творчества, опыт оправдания человека, Павла Флоренского. И вот это вот очень интересное прияда мыслителей. Я о ней больше буду говорить в следующей лекции, когда речь пойдет о культуре аваргарда, потому что это 20-е годы. Александр Константинович Горский, Николай Александрович Нинский, Валерия Николаевич Муравьев. Вот это, как бы такая, так сказать, религиозная философская ветвь. Еще сюда можно причислить, конечно, Даниила Андреева, который и художник, который мыслитель, автороза мира, об этом тоже в следующей лекции. Ну и, конечно, космизм, философия космизма не есть сугубо российское образование. Она тесным образом связана с мировым космизмом. Если говорить о представителях мирового космизма, прежде всего европейского космизма, который связан органично, собственно, вот с христианской картиной мира, об этом мы еще поговорим, то есть, с неким, с идеей линейного, векторного, восходящего развития универсу. Вот, так сказать, вот сотворение через грехопадение, через катастрофу грехопадения, к искуплению, от искупления к Царству Божию, то есть, это есть некая идея векторности развития мира и векторности истории. Так вот, европейство в космизме две фигуры. Это Андрей Ганссон, автор творческой эволюции, знаменитая его книга, и Пьерто Ярд и Шардер, собственно, вклад которого в философию космизма трудно переоценить, потому что эта книга «Феномен человека», это и целый ряд статей, посвященных, собственно, христианскому пониманию эволюции и христианскому пониманию соотношения мира и человека, и активности человека в природе и истории. Собственно, само слово «ноосфера», которая подхватывает Вернадский, принадлежит именно Трияну. Вот эти две фигуры. Ну, и для того, чтобы, поскольку наша тема, вот она, связана с тем, чтобы показать вот этот некий новый образ мира, хотя на самом деле он не был новым, но он был очень важным для философии и культуры, и вообще для мировоззренческой ситуации второй половины 19-го, начала 20-го века, почему, я позднее скажу. Собственно, вот, некоторый ключ к вот образу мира и человека, к философии космизма и к смыслу истории дает замечательная цитата из отца Павла Флоренского. Это из работы водоразделов мыслей, вот, включавшись в себя целую серию, так сказать, исследований отца Павла. Мир есть образ софии, есть мать, невеста и жена образа Христова человека. Вот микрохозма, макрохозма, да? Ему подобное, вот это очень важно, ждущая от него заботы, ласки и оплодотворения духом. Человеку-мужу надлежит любить мир жену, быть с ней в единении, возделывать ее и ходить за ней, управлять ею, ведя ее к просветлению и одухотворению, направляя ее стихийную мощь и хаотические порывы в сторону творчества, чтобы явился в тване ее изначальный космос. Мы помним, как, так сказать, древняя альтичная мысль, универсум, это прежде всего упорядоченный, универсум, это красота и гармония, собственно, в смысле пифагорейства в этом, в смысле сферы, в этом мирове. И вот это вот, как бы, и здесь человек ставится как существо, которое должно поддерживать порядок в природе и усовершенствовать бытие, потому что в природе существует не только, так сказать, космос, не только силы созидания и красоты, но и силы разрушения. Вот эти самые стихийные порывы, идущие от смертной, так сказать, хаотической подкладки мира, потому что мир это в состоянии падения и распадения, это после грехопадного мира, это не тот мир, который сотворил Господь, да? Вот, значит, чтобы явился в творении изначальный космос, то есть та красота, которая была при сотворении, когда Бог в своем мире и увидел, что это хорошо. И вот для того, чтобы мы с вами поняли, мне очень хочется вас подвести к пониманию того, что вообще философия космизма, она не случайно родилась в пространстве мировой культуры и в пространстве русской культуры особенно, что это, в общем-то, было какое-то такое мировоззренческое, творческое усилие, вот, отечественная культура, и не только, вот я говорю, не только русская культура, а мировой культуры, вот, понимание человека и прежде всего в стремлении вернуть миру и человеку смысл. Почему нужно было вернуть этот смысл, я скажу далее. Но мы начнем с той эпохи, когда этот смысл еще был понятен. Это 18-й век, богопросвещение. Знаменитая года Гаврила Романовича Державина Богу. Частица целой я вселенной поставлена мицем непочтенной средине естества я той, где кончил тварьих интересных, где начал ты духов небесных, и цепь существ связал ты мной. Я связь миров по всему сущим, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начального божества, я телом в прахе истреваю, умом к ромам повелеваю, я царь, я рам, я черт, я бог. Вот здесь такая, так сказать, манифестация человека, того, что есть человек, и какие главные смыслы здесь, вот в этой позе Державина Бога, который начинается с образа, так сказать, совершенного, творящего божества, божества, которое творит мир, содержит, как я уже говорила, его в своей деснице, и переходит, собственно, к образу человека, как возлюбленного создания Божия, у которого есть некое задание в мире. Значит, с одной стороны, частица целой Вселенной, вот мы уже здесь видим эту, так сказать, неразрывную связь человека с универсумом, с мирозданием. И не просто связь, но человек здесь становится как бы в центр мира, он является неким метафизическим центром универсума, потому что он стоит как бы на вот этой самой лестнице, лестнице природным творит, на вершине этой лестнице природных созданий. А дальше эти духи небесные, дальше уже спиритуальная, так сказать, сфера мира, а человек он стоит в центре. Более того, с христианской точки зрения, человек выше ангелов, потому что он обладает еще и телесной природой. Здесь дух и материя сцеплены в единство и должны как бы совершенствоваться, эволюционировать вместе. И так, средоточие живущих черта начального божества, да образ и подобие Божия в человеке. А дальше манифестирует державен вот эту некую как-то уже изнанку человека, вот ту ахиллесовую пятую человека, которая так потом будет рефлектироваться в XIX веке, букву романтизма, заостряясь в понимании смертности. Я телом в прахе истливаю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я Бог. Вот этот парадокс человека, который с одной стороны умом, мыслью, воображением перелетает огромное пространство, так сказать, живет в разных мирах, творит эти миры, а физически он несовершенненно ограничен, да, физически он раб любого микроба. Пока эта мысль декларирована здесь удержавенна, так так сказать, риторически, высоким одическим штилем, в ней нет вот переживания, так сказать, вот муки индивидуальной смертности и конечности. Здесь пока еще нет осознания трагизма такого положения человека в мире, это придет в литературу, в культуру позднее. Но это уже констатация. И дальше, собственно, эпоха романтизма, когда происходит открытие личности. Вообще вот, собственно, осознание смертности, такое резкое, трагическое сознание человека в собственной смертности, оно приходит тогда, когда в человеке формируется, собственно, вот это личностное сознание. Когда я говорю, что это я. И вот когда я говорю, что это я, то представить себе, что это я уничтожился, невозможно. И, собственно, эпоха романтизма, она не вела эту рефлексию, так сказать, о человеке, который пылинка, человеке, который живет так мало и так ничтожно, человеке, который стирается, уходит с литой земли и не остается ни следа, ни воспоминаний. Особенно характерно Тючевское стихотворение, которое он написал после смерти своего любимого брата Николая. Брат, столько лет, сопутствовавший мне, и ты уйдешь, куда мы все уйдем, а я один на голой вышине, значит, стою, и все кругом и так далее. Вот он как бы, я на роковой стою очереди. И здесь вот это вот понимание того, что эти волны времени и истории, они проходят, и личность конкретная, дышащая, живая, она топится в них, она стирается, без следа и без воспоминаний. Бесследно все, и так легко не быть. При мне или без меня, что можно, что все будет дождь, и вью бы так же быть, и тот же мрак, и так же стиль в кругу. Вот такой предел некоторого метафизического отчаяния человека перед лицом этого огромного и молчащего универсу, и Тючева. Это особенно явно вот в космологических стихах, в его ночных стихах, Тючева не даром называли «ночной душой русской поэзии», когда вот человек, как сирота бездомный, стоит теперь немочен и гол, лицом к лицу при пропасти темной. То есть вот этот самый универсум, который для античных, так сказать, выслителей гармонии красота, который, как бы, так сказать, как бы создан для человека и обращен к нему, он воспринимается, как бездна хаоса, как бездна, которая грозит непотеемой катастрофой человеку. Ну и самая, наверное, пронзительная цитата это юный Лермонтов. Ну я вынуждена выбирать какие-то совсем такие небольшие примеры, хотя примеров очень много, собственно, русская литература, она здесь чрезвычайно богата в своем размышлении над вечными вопросами чеческого существования. Это письмо 16-летнего Лермонтова, который прожил-то очень немного, вы знаете, 27 лет ему был, когда, так сказать, вот пуля оборвала его жизнь. 16 лет ему, он пишет в своей музине Марии Лопухиной. «Жизнь моя, я сам, я говорящий теперь с вами, и могуще через минуту обратиться в ничто. Бог знает, будет ли существовать это я после жизни. Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать «я». При этой мысли весь мир, весь ничто иное, как он, флядь». Вот вдумаемся в эти слова юного поэта. С одной стороны, вот это такое, так сказать, острейшее перешвание уникальности своей личности, уникальности, которую, по большому счету, каждый из нас ощущает. И вообще, какую-то уникальность только мы, наверное, вот Господь Бог, наверное, знает уникальность каждого из нас, и мы сами изнутри себя. Когда мы смотрим на других, нам кажется, что они, так сказать, стандартизованные индивиды. Но чем там они особенно примечательны? Зато, когда мы обращаемся к тому же себя, мы понимаем, какая глубина, неповторимость, и красота заключена в нас, и мы страдаем, что другие этого часто не видят, не чувствуют, не понимают. Вот. Значит, вот это вот ощущение уникальности, неповторимости каждой личности, вот этот самый персонализм, который очень важен вообще потом будет в философии космизма. Вот. Значит, острейшее переживание смертности. Николай Федорович Федоров, собственно, философ, который просил вызов смерти, он будет говорить о том, что человек вообще существо, отличающееся от всех живых существ, именно тем, что он не только смертен, он создает эту смертность, и это сознание смертности является глубочайшей причиной дисгармонии для него, глубочайшей причиной вот этих самых дисгармоний человеческой природы, о которых потом будет размышлять мечников, и преодоление которых он тоже увидит на путях продления жизни. Так вот, значит, каждый подумает, что настанет день, когда я не смогу сказать «я», и дальше переход вот от этого рокового, так сказать, рокового этого домоклого меча до смерти, который упадет когда вот эта самая гильотина, которая заработает и обрушит на твою голову этот нож гильотина, а на твою шею, да, то что дальше рождается? Рождается это физический пункт. При этой мысли весь мир есть ничто и ноя на каком грязи. То есть рождается пункт против смысла мира. Мир становится бессмысленным, мир теряет смысл, человек теряет смысл, все теряет смысл, история тоже. И вот вы видите, какой вираж делает здесь вот мысль 19 века? Идем дальше. Это начало. А дальше мы приходим к Достовевскому. И что мы здесь видим? Мы видим здесь молчащую холодную землю, с лица которой сходит человеческий рот. И она охладевает, превращается в ледяной камень и летает в безвоздушном пространстве с таким же множеством ледяных камней. Вторая половина 19 века, собственно, в сознание вот людей, той эпохи, входит идея тепловой смерти Вселенной. Вообще, чрезвычайно важно, на самом деле, для нашего... Мы не всегда над этим задумываемся, но на самом деле чрезвычайно важно для нашего собственного самостояния в мире, для нашего мира ощущения, и ощущения себя в мире, собственно, то, какова картина мира, открывающаяся нам. То есть верим ли мы, вот опять же, в то, что в мироздании есть смысл, что в мироздании бесконечно, что оно не завершается, и что жизнь не завершается? Или, так сказать, вот этот фарм от конца и катастрофа над нами, так сказать, давлеет, нам давлеет. Так вот, представьте себе, сейчас мы с вами живем в расширяющейся Вселенной, да? Вот. А мы... Вот наши, так сказать, предки, вторая половина 19 века, они жили под этим там окловым мечом идеей тепловой смерти Вселенной, которая, как вы видите, вот когда, так сказать, над ней начинали задумываться, она, вот и таких душ и умов, как Достоевский, и его герои, его бунтующий, вопрошающий герой, она обессмысливала существование человека и обессмысливала мироздание. Это знаменитая фраза из романа «Подросток». Вот этот самый молодой человек, который испытывает жизнь. Причем, кобой мираж, опять же, делает его мысль. Мы вспоминаем Лермонтова, который вот в сознание собственной смертности приходит в отрицательную смысл, и смысл существования и бунту, а здесь уже подросток говорит о том, что и нравственность себя вести человеку в мире нечего, если все все равно будет уничтожено, если этот домоклый меч смертности и всеобщего конца висит над миром. Так чего тогда вообще мне любить-то человечества? Да и зачем я непременно должен любить моего ближнего или ваше там будущее человечество, которое я никогда не увижу, которое обо мне знать не будет и которое, в свою очередь, вести в вестях, восклидая воспоминания. Когда Земля обратится, в свою очередь, в лесной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть бессмысленнее, чего нельзя себе представить. Вот опять этот мотив бессмысленности бытия. И последняя цитата, вот уже, так сказать, в этом каскаде таких цитатов, чтобы было, опять же, понятно, почему вообще явился космизм, откуда взялась эта философия. Она взялась как реакция вот на такую картину мира, в которой правило балл второе начало термодинамика. Это глава Прикагор в дневнике писателя 1876 года. Это исповедь логического самоубийства. То есть вот это сознание того, что мир и человек бессмыслен, что человек жертва игрушна случайностей природных. Более того, у Настаевского вот в этом же монологе, я весь его вам не выписала, там есть такая мысль, что если человек пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтобы только понять, уживется ли подобное существо на земле или нет. Это странное, противоречивое существо, которое не просто живет инстинктивно, как все существа мира, и вписано вот в эти природные цепи, так сказать, пожирания, вытеснения, смерти, а оно еще рефлектирует над миром. Эта рефлексия является источником дисгармонии. Он говорит о том, что сознание, я создал сознание, я эту природу сознал, какое право она имела производить меня без моей воли на то сознающего, сознающего, стал быть страдающим. И дальше он опять делает виток вот от этого понимания как бы дисгармонии человеческой природы и такой трагичности существования человека в мире как смертного и страдающего, сознающего смертного существа, он идет к социальному, к социальной, к идее социальной гармонии. Достоевский был чрезвычайно резким критиком теории утопического социализма, стремящихся смертного сделать счастливым. Вот, он, так сказать, рисующий такое, так сказать, расчисленное будущее, в котором человек обязан почувствовать себя счастливым. Так вот, человек не может себя почувствовать счастливым, если он смертный. И вот, собственно, восставая против этих стараний людей, устроиться правильно, разумно и нравственно, правильно, восставая против, собственно, идеала гидонизма и наслажденчества, да если бы я был цветок или коров, я бы получила наслаждение, но задавая, как теперь себе беспрерывно, вопросы, вот это главное, собственно, что есть человек, человек, как существо вопрошающий, человек, который хочет увидеть и смысл. Так вот, я не могу быть счастлив даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему, любви ко мне человечеству, и познаю, что завтра же все это будет уничтожено. И я, и все счастье, и вся любовь, и все человечество, обратимся в ничто, в прежних хаосах. И опять, вот это главное, декларация, не буду, не могу быть счастлив под условием главы, разящего завтра в нуля. И дальше, вот будучи абсолютно стреножен, вот этими, как он говорил, как потом скажет другой герой Достоевского Алеша Карамазов с сильными вечными мертвыми законами природы, когда бы не вырваться никуда. Где человек может обрести свободу? Вот единственным актом свободы становится самоубийство, становится попытка прервать эту, так сказать, нелепую, абсурдную, эту, такую, так сказать, плоскую и жалкую жизнь. И он прервает. Так как природу я истребить не могу, то истребляю в себя одного. Единственное, от скуки, вот это вот мотив метафизической скуки, очень важный для XIX века, идущий еще от Пушкина, вот, от его сцены о Фаусте, сцены о Фаусте. Единственное, от скуки сносить тиранию, в которой нет, виноват. И вот сущности вот современниками Достоевского, который вот дал нам такой образ человека, как бы предельная точка вот такого отчаяния, да, и бессмысленности существования, когда человек, вот, вот, это пятое колесо в телеге под названием жизнь, в принципе, от его существования в мире ничего не меняется, не зависит, он, дэнтэ, не грежа бы, величина, которой можно пренебречь, вот, в этом самом порядке природы и порядке мироздания. Вот, вот, от этой нижней точки как бы отчаяния, собственно, вот эта мысль, она человеческая, она делает некий такой, так сказать, вот это, дэпрофунтис, из глубины во два к тебе, Господи, то есть она буквально всмывает, каким-то, так сказать, делать некое усилие, как Мюнхгаузен себя вытаскивает из болота и пытается выйти вот к какому-то новому созидательному, творческому пониманию мира и человека, вернуть мир и человеку в смысле. И вот это, собственно, и есть фаба с космизмом и задание космизма. Порожденный кружечной землей и зритель безмертного пространства, зритель миров этого пространства, зритель, да, вот опять то, что человек сказал, созерцатель мира, должен сделать из них обитателем и правителем. Мы вспоминаем опять, мы опять возвращаемся в XVIII век и вспоминаем Михаила Васильевича Ломоносова, его утренние и вечерние размышления о Божьем величии, где он рисует как раз человека, как вот этого звезд полна, звездам числа нет без ни дна. Вот, созерцатель мира. Для русского космизма и для Федорова человек не только созерцатель мира, а делатель в нем. Вот это очень важное творческое, активное начало в человеке, они подчеркивают, которое, как бы, есть и природное свойство, то есть, в сущности, оно рождается в человеке как в существе природном, которому дан разум и дана способность к творческой, теленаправленной деятельности, и она есть отблизив к божественному начало в существе, с сознающим, потому что, как бы, по творческой природе Бога создан человек, человек-сотворец, как будет говорить христианские космисты. Вот, и, собственно, вот эта мысль, как бы, попытка вернуть миру смысл, она, естественно, научная и в христианской веке космизма, она, как бы, шла, как бы, с двух сторон. Она шла, с одной стороны, со стороны, естественно, научного знания, то есть, все-таки, попытка понять и осмыслить эволюционный процесс вот в каком-то новом свете с точки зрения уникальности человека, неуникального его положения в мире и, соответственно, его роли в мире и с христианской точки зрения. То есть, это была попытка привиления науки и религии шестодневой эволюции в некотором смысле. Но мы начнем с, естественно, научного обоснования, собственно, вот этого, как бы, этой творческой роли человека в мире. Идет она через понимание направленности эволюции. Идея восходящей эволюции, она ключевая в философии космизма. Она базируется на таком, так сказать, факте, который был открыт американцам. Американским, кстати, он был богословом, как позднее, это Ярко Шандерден и Палеонтолог. То есть, вот это две такие фигуры. Джеймс Донат в 19-й веке и Пьерто Ярко Шандерден 20-й. Джеймс Донат, который установил, что, начиная с обоих гембрия, значит, процесс эволюции идет по линии роста массы, совершенствования нервной системы и роста массы головного мозга живых существ. То есть, тем самым, как бы, в эволюции прослеживается негли нить. Позднее, Пьерто Ярко Шандерден, говоря об этом факте, цифализация, то есть, от греческого цифали, не таки фали, голова, то есть, реагма вот в этих самых глубинных эволюций, вот это вот, как бы, совершенствование нервной системы, рост массы головного мозга, и вот возникает человек, в котором возникает уже рефлексивное сознание, возникает способность, творческая способность, способность осмыслять мир, проектировать вот эту очень важную проективную способность человека, из которых, собственно, и рождаются вот все те смелые инженерные решения, которые представлены там, вот на этой выставке «Авангардная авиация». Вот, значит, рождается человек как вершинная точка вот эволюции природы и как, так сказать, точка перехода самого эволюционного процесса как бы в новое творческое качество, когда эволюция меняет свой характер, она уже не может идти без участия человека, то есть разум, этика, так сказать, и творчество человека становится двигательными, двигательными силами развития. Уже этот процесс не инстинктивен, не спонтанен, он уже, так сказать, целенаправлен, он телеологичен уже в том смысле, что человек, так сказать, задает ему цель. И, соответственно, значит, вот мы видим здесь цитаты из Вернадского про цивилизацию, я вам сказала, да? Поехали дальше. И к чему же устремляется, собственно, вот что происходит, когда, так сказать, эволюция меняет свое качество, начинается эра активной эволюции. У Вернадского Теяра де Шардена появляется такой термин автоэволюция, термин активации энергии. Он говорит о том, что, собственно, вот эта вот, как бы, такая творческая энергия жизни и универсума, которая кумулируется вот в эволюционном процессе, она находит в свое высшее воплощение человека возле людей и творчества, и, как бы, она начинает активно действовать в мире и преображать этот мир. И, собственно, вот этот, процесс, как бы, процесс перехода эволюции от инстинктивных сознательных, он связан, собственно, с важным, новым, собственно, свойством живого, когда живое становится, опять же, творящим, созидающим, созидающим вокруг себя вторую природу, преображающим биосфер. И вот это, так сказать, то, что, Пьерка Ягландович, то, что Вернадский назовет переходом биосферы в наосфер. Собственно, вот сама эта идея наосферы, впервые она была высказана Пьером Теяром де Шарденом. Собственно, это его идея, которая потом была озвучена в 20-е годы в лекциях его друга, тоже философа, богослова, французского Эдуарда Леруа в серии лекций «Происхождение жизни» «Эволюция разума», где он скажет вот об этом новой этой творческой оболочке Земли, которая связана с духовным творческим активным началом. И вот здесь мы видим две цитаты. Значит, вот разум человека, который ведет к сознанию наосферы, это Вернадский, в биосфере существует великая геологическая, ведь может, космическая сила, планетное действие, которое обычно не принимается во внимании в представлениях о космосе, это сила и сразу у человека, устремленная, организованная волей его как существа общественные. Это из последней работы Вернадского «Несколько слов о наосфере», такое его своеобразное завещание философской научной. И Пьерто Ярдешарде. Я думаю, вряд ли у мыслящего существа бывает более великая минута, чем та, когда с глазом воспадает пелена и открывает, то, что он не затеянный в космическом безмолвии частицам, а пункция средоточения и доминизации, универсального остремления жизни. То есть, вот это вот понимание того, что человек стоит на острие эволюционного процесса, движет ее вперед, как бы возвращает миру смысл. И вот, собственно, наосфера, новое геологическое явление на нашей планете, где человек становится, как пишет Вернадский, крупнейшей геологической силой, уже перестраивающей своим трудом и творчеством в мир, область своей жизни. И вот, собственно, тех творческих возможностей, которые здесь открываются, мы поговорим дальше. Это целая, как бы, программа такой вот ноосферной деятельности человека, деятельности, которая основана на чувстве ответственности, которая вовсе не самостина и не произвольна, не волонтаристна. Это деятельность, которая, наоборот, чрезвычайно внимательна к природным процессам, которая не насильственно, так сказать, не насильничает от природы, а наоборот, здесь другая идея идея регуляции природы, об этом еще поговорим. И отец Павел Флоренский. Вот вам, пожалуйста, такой религиозный аналог идеи ноосферы, которая рождается у отца Павла Флоренского. Он высказывает эту мысль в письме Вернацкого. Со своей стороны, хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую скорее евреистическое начало. Это именно мысль о существовании в биосфере, не может быть на биосфере того, что может быть названо пневмотосферой. вовлеченный в круговорот культуры или круговорот духа. То есть вот эта пневмотосфера Флоренского это аналог ноосферы Вернацкого. Причем интересно, что вот мы знаем, что у Вернацкого основой ноосферы является человеческий разум и главное движущая сила ноосферы это научная мысль. Научная мысль как планетное явление, как скажет Вернацкий. А здесь интересно, что вот Флоренский как христианский мыслитель, которыми может быть явлено какое-то более широкое измерение человека, он делает акцент на духовном начале. То есть а что такое духовное? Духовное для Флоренского оно объемляет не только разум, оно объемляет и чувства, и волю, и действия и вообще как бы истекает из высшей конечно божественной сверхприродной реальности в ней находя так сказать опору своего развития. Вот. это значит как бы некое такое естественно научное обоснование вот новой этой роли человека в мире. Вот. Биосфера переходит в ноосферу, и ноосфера она должна вот в Земле распространиться на все мироздание. Собственно, идея выхода человечества в космос и вынесения ноосферы вот этой мыслящей творческой жизни за пределы Земли это одна из ключевых составляющих вот этой как бы футурологии ну и дальше мы приходим конечно к религиозному обоснованию собственно этих идей и идеалам то есть как религиозные христианские космисты Федоров который вот с одной стороны дает нам естественно научное обоснование природа у нас начинает не только сознавать себя но и управлять собой вот эта идея человека творческого разума природы да, который потом находится в продолжении Увернадского вот и религиозное обоснование какое же религиозное обоснование дает нам русский космизм уже как бы своей христианской составляющей это идея человека как сотворца вот это чрезвычайно важный посыл собственно мысли Федора главная такая его теоретическая и творческая посылка что Бог воспитывает человека его собственным опытом то есть как он говорит учить человека геористически то есть Бог создает человека не просто как существо которое так сказать должно рабски ползать и летать не может он создает человека как сотворца и более так дает ему как бы задание обожжено Бог создал человека чтобы человек стал Богом человек есть тварь которая дано задание стать Богом это так сказать все слова великих отцов капотокийцев на которых собственно стоит догматическое здание Вселенской Церкви Бог воспитывает человека собственным опытом он царь который делает все не только лишь для человека но и через человека вот это очень важный тоже посыл мысли Федорова что человек это как бы орудие действия Божьей воли он проводник божественных энергий в мир это тоже чрезвычайно важное положение которое идет конечно от христианской антропологии у Федора вот от того что человек творец собственно от самого образа Бога человека который соединяет в себе божественную человеческую природу накрепно их соединяет в себе природы равноправно и во всех действиях Христа в мире они действуют вместе то есть когда Христос исцеляет больных утешает бури умножает хлеб воскрешает умерших он творит это не только как Бог так сказать по божеству он творит это как человечество он творит это как человек и тем самым как бы открывает человеку перспективу тоже такого вот благого творчества в природе и в истории и так потому-то и нет в природе целесообразности что ее должен нести сам человек и в этом заключается высшая целесообразность творец через нас воссознает мир воскрешает все погибшее Федоров и вообще вот русские христианские космисты они как бы такими новыми глазами глазами такого открытого религиозного дерзновенного творчества они прочитали Евангелие они прочитали Новый Завет и собственно какие-то основные положения какие они оттуда выносят собственно там есть несколько формул Христа ученикам которые ложатся во слову вот этого так сказать этой концепции активного творческого христианства о которой говорил Федоров о которой говорил Соловьев и другие космисты значит это прежде всего слово Христа ученикам верующие в меня дела которые я творю и он сотворит и больше всех сотворит то есть вот я говорила об этих делах Христа которые касались прежде всего вот этих таких так сказать болезнетворных падшихся сил мира и это тоже дано делегировано человеку мертвых воскрешайте доходя же проповедуйте что я бы приблизила царство небесное больных исцеляйте прокаженных очищайте мертвых воскрешайте и без вас гоняйте то есть это как бы фактически здесь вот в этом в этой фразе Христа фактически записана вся программа регуляции о которой будет говорить Федоров и регуляции внешнего мира борьбы с болезнетворными стихийными началами мира и внутренне психо-физиологической регуляции да то есть вес их изгоняется это уже так сказать красная духовная работа человека над собой это работа над психикой у Федорова была чрезвычайно важная такая идея психократии когда он говорит о том что чужая душа не должна быть потемкан мы сейчас все закрыты друг от друга мы с изреченной вешеной с ложкой говорит Тючев так сказать человек самая главная проблема вообще общения людей это постоянное взаимное непонимание когда мы говорим одно думают другое мы говорим одно нас понимают третьим образом отсюда так сказать масса всяких запутанностей недоразумений ну ладно в отношениях людей а уж в отношениях так сказать социумов и государств это совсем страшно так вот у Федорова была идея психократии вот такие самые взаимные прозрачности достижения такой прозрачности душ общения душ когда чужая душа не будет потемна вот и так значит еще одна очень важная еще одна очень важная значит вот этот тезис христианского космизма это концепция богочеловечества которая вводит соловьев опять же опирающийся вот на образ бога-человека-христа как скажет Достоевский Христос как идеал человеком оплатил то есть то есть это тот образ который который должен вместить в себя человек и обличение во Христа которое задано человеку в христианстве оно здесь в активном христианстве в русских косминствах оно понимается как полнота этого обличения не только духовного не только нравственного уподобления Христу не только уподобления Христу в так сказать его кинозисе в его так сказать страдании в его смерти в его жертвенности но и в уподоблении как и в царственном в служении Христа, то есть в осуществлении вот всех, так сказать, обетований, о которых говорит Христос, когда он говорит о воскресении мертвых и жизни будущего века. То есть с точки зрения Федорова и христианских космистов, как бы вот эти антологические обетования христианства, преображение вот этой падшей смертной реальности в Царствие Небесное, новые неба и новые земли, они должны быть осуществлены при соучастии человечества. Вот это очень важный тезис христианского космизма. То есть не только молитвенное, такое духовное возделывание себя, но и возделывание окружающего мира во всей его полноте. Это вот чрезвычайно важный тезис космизма. И, соответственно, вот здесь я процитирую Соловьева, который дает такую некую как раз формулу христианского эволюционизма в двух своих работах, в работе «Красота в природе», где он рисует процесс развития мира, процесс природного развития, как все большее одухотворение материи, как все большее пронизанность Духом. Когда Дух не ищет для себя достойную форму в материи, он как бы оформляет материю, преображает ее, и, наконец, высшая форма для бытия Духа создается в человеке. То есть вот человек это как бы сосуд, высший сосуд бытия Духа, и дальше как бы уже проводник этого космизующего духовного начала в мире. Значит, вот это восходящее развитие мира. И у него есть замечательная формула в работе, в его реферате о причинах упадка средневекового мир созерцания, где он говорит о том, что сущность истинного христианства есть преображение этого мира в Царствие Божие, который не от мира сего. И этот процесс, как очень важно, он не катастрофически совершается, как мы привыкли, так сказать, в таком нашем расхожем понимании христианской эскатологии. Для нас история — это вот некий такой процесс, так сказать, падения, катастрофы и распада, и потом он будет прерван вот десницей Господней. Процесс мирового развития, не только истории. Это как бы, ну, так сказать, некое балансирование между силами добра и зла. В нем нет восхождения, нет подъема, нет движения, нет творческой активности. А если она есть, то она локальна, и в конечном итоге не выводит этот мир в новое состояние. Так вот, для Соловьева — нет. Он говорит о том, что это перерождение из долгий, как он говорит, упорный процесс, который в самом Евангелии сравнивается с ростом жатвы, с кисанием теста и так далее. То есть, дело в том, что в притчах Христовых о Царстве Небесном есть очень интересный образ. Там есть образы того, что Царствие Божие как бы медленно возревает в истории, медленно возревает в миростах. То есть, как бы его ростки, они вот медленно-медленно, так сказать, прорастают в мире и его преображают. Как вот зерно медленно прорастает в свое землю, да, дает росток, потом приносит плоды. Как закваска, если не сграживает тесто. Это процесс. И вот это, как бы, надо сказать, тоже такой образ христианского эволюционизма. Когда вот духовное все более-более обладевает материально. В конечном итоге преображает его в духом материально, в духом материально. Материю преображает в богом материально. И вот, собственно, формула Пьера-Пильара-де-Шаденна с точки зрения основного видения мира показывает, что эволюционизм и христианство в сущности совпадают. Вот мы видим здесь, это Евхаристия. Это Евхаристия, то есть, центральное христианское таинство, присуществление тела, присуществление хлеба и вина в тело и крови Господней причащением верующих. Это, как бы, так сказать, причащение человечества к новой божественной бессмертной природе. Вот, это, как бы, начало вот этой новой преображенной природе, лишенной уже смертности, лишенной, так сказать, страдания, ущербности и так далее. И вот у Федорова была идея вне храмовой Евхаристии, вне храмовой литургией, когда он в литургии переводится к греческому, значит, общее дело. Вот он говорит о том, что, как бы, собственно, все человечество в своей истории, культуре, хозяйстве, экономике, во всех сферах делает творчество, оно может творить эту вне храмовую Евхаристию, то есть реально, как бы, преображать этот мир, реально присуществлять материю мира в Бога-материи. И вот для этого ему, собственно, даны орудия, для этого ему дан разум, для этого ему дана техника, наука, культура, федагоника, ну и, в общем-то, во всех сферах человек может исполнять это задание. И отсюда идея общего дела у Федора, у того, что соединение всех сущных сил человечества вокруг этой задачи, борьбы со смертью, регуляции природы и, как бы, преображения мира в Царство Христово. Ну, это, собственно, это дерзновение человека, и Федоров, и другие космисты, особенно отец Сергий Буганов, они основывали на первой заповеди, которую Бог дал человеку, заповеди обладания землей, как вы помните, да? Когда Господь сотворил Адама и Ему, а ведь сам этот процесс творения, это тоже огромный эпохи, то есть некие, как бы, большие эволюционные эпохи, то уже там восходящее движение идет к человеку, человек возникает в последний, шестой день в Гавелии. Так вот, он дает заповедь обладания землей, злодычества над тварями, над рыбами, морскими, птицами небесными, над всякими скотами, над всем землей. То есть человек поставлен добрым хозяином мира, да? Добрым хозяином и попечителем об этом мире, и для кого он это уже был. Для этого приходит Христос, чтобы восстановить дарственное положение в мире тварей. И вот, собственно, активно эволюционно и наосветное место, человек, в сущности, исполняет это задание, доброго хозяина в природе, существа, которому дан разум, и которому многое дано, и значит, с него многое спросить. И вот мы переходим к, собственно, вот третьей составляющей вот этой, как бы, мысли космизма о мире, человеке, истории, это понимание истории. То есть вот в русском космизме появляются эти оправдания истории исторической деятельности человечества. Опять по-христианскому оправданию истории. История не есть пустой коридор, который нужно пройти, чтобы высвободиться из этого мира потусторонний. Она принадлежит к делу Христового воплощения. Она есть апокалипсис, стремящийся к эскатологическому свершению, богочеловеческое дело на Земле. Это вот такая спрессованная формула от соседки Булгакова из его трилогии о богочеловечестве, поздней трилогии Булгакова, относящейся уже к эллиградским годам. Вот идея творческого оправдания истории. История как задание, история как поле встречи, творца и его возлюбленного творения, поле встречи, сотрудничества, Бога и человека. И вот, собственно, в русском космизме как бы новое прочтение апокалипсиса. Мы все привыкли воспринимать апокалипсис как книгу хрустного катастрофа, как книгу, которая, так сказать, говорит нам о конце света. Вот. О том, что история прерывается, о том, что наступает страшный суд, о том, что наступает разделение человечества на спасенных и проклятых и так далее. А в русском космизме другое понимание апокалипсиса. Они вот почитают книгу «Откровение Анны Богослова», подчиняя там не только образы падения и катастрофы. Там есть образ, как вы помните, зверя, плудницы на звере, там антихриста и так далее. Вот мы все пугаемся этих, так сказать, страшных явлений. Они говорят о том, что да, это те образы, которые относятся к нынешнему, как бы падшему состоянию человечества. Цивилизация, которая буксует, цивилизация, которая только потребляет, цивилизация, которая живет вот этим языческим ловимоментом, языческим карпо-дием, цивилизация, которая глубина из розни и не хочет осознавать каких-то своих предельных, антологических и вселенских задач. Но ведь человек – существо, которое может совершить выбор. Мы, собственно, выбор совершаем в любой момент нашей жизни, мы постоянно совершаем этот выбор в пользу добра или зла. И, значит, в русском космизме есть понимание того, что человечество может сделать этот выбор в пользу добра. Пусть оно делает этот выбор пока в лице не многих людей, но тем не менее эта воля, так сказать, как бы направление истории на Божьем пути, она существует. И вот, собственно, на этом и строят русские космисты. Они в апокалипсисе, в откровении Анны Богослова выделяют 20-ю главу, где там есть такая идея, образ тысячелетнего Царства Христова, который поцаряет на Земле и в истории. Это уже какое-то новое такое преображенное состояние Земли, в котором, как бы, уже утешаются межчеловеческая родина, в которой, как бы, новые отношения между человеком и природой, в которой уже, как бы, смерть побеждается, потому что там успешают умершие. Вот. И тысячелетний царство, но это, как бы, символический образ, да, того, что это царство во времени, оно в истории. И это, значит, некая эпоха истории, которая может стать предметом творческого действия и творческой активности человеком. И они ее учленят, эту эпоху, и они говорили о том, что вот вектор истории может направиться в этом направлении. Вот, в этом направлении. Это для них было чрезвычайно важно. Собственно, тут их поддерживал, во многом они опирались и на Достоевского, который, вы помните, в своей «Пушкинской речи», там он, чем завершает «Пушкинскую речь», когда он говорит о всечеловечности, так сказать, Пушкина, общаясь «Человечности и всемирной отзывчивости России». Для него ведь этот вот образ «Всемирной отзывчивости и всечеловечности», он не только к России обращен. Вот это всегда надо понимать, что Достоевский, он шире здесь, он говорит вообще о том должном отношении человека к себе подобным и другим национальностям, который должен быть. И вот здесь-то, собственно, он рисует вот этот образ как бы совершеннолетнего отношения к человеку к другим нациям, народам и культурам. «Всемирная отзывчивость», способность проникать душой в мнении других народов, значит, братские сотрудничества. И вот он рисует образ братской гармонии, братского окончательного согласия всех времен по Христову и Ивангельскому закону. Это тоже вот это самое фактически это тысячелетие царства, которое выцаряется тогда, когда вектор истории как бы направляется все-таки к осуществлению каких-то каких бытийных и творческих задач человек. И вот эта замечательная цитата из Бердяева, конец истории, но я все как не будущее. Конец истории мира не только совершается над человеком, но и совершается человеком. На встрече второго пришествия Христа идет человек. То есть это вот активность, идущая снизу вверх. Если как бы так сказать, понятно, что божественная активность, она идет сверху вниз, то человеческая активность идет снизу вверх, и они встречаются в истории, вот в этой точке истории они встречаются. Христос придет в силе и славит человечеству, подготовившему ему к пришествии. Даже очень важная правда, нельзя мыслить действия Бога по отношению к человечеству и миру, как Деус Эксмахин. Это вы помните античные трагедии. Там развязка античной трагедии всегда совершалась неожиданно. То есть вот что-то такое там бесконечно запутывалось, запутывалось, и никакого разрешения не было. Вдруг появлялся Бог, так сказать, там или Севс, или Афина. Вот античный Бог, обычно его спускали на таком приспособлении сверху, ну как бы на такой машине, поэтому он звался Деус Эксмахин, и тут же он все, так сказать, расставлял свои места, и происходила развязка трагедии. Вот это развязка мировой исторической трагедии так не пуст, что отношение к концу мира не может быть только ожиданием человека, оно должно быть и активностью человека, его творческим телом. Значит, вот эта вот идея того, что история, она осмысленна, история есть сотворчество, история есть реальное творчество вот этого нового мира, реальное творчество Ра и Царства и Небеса. Значит, это очень важная мысль в христианском космосе, которая корреспондирует вот с наосферными идеями, собственно, Вернацкого, потому что что такое наосфера? Наосфера – это и есть этот некий такой, как бы, естественно, научный, научный философский аналог вот этой идеи Царствия Божьего, потому что это наосфера, как ее мыслил Вернацкий, как ее мыслил Пьерна Ярдышарден, это новый тип всем отношения человека с природой и вообще, как бы, новая реальность природно-человеческая, которая творится человеческой. И еще следующая важная мысль, тут я уже немножко отойду уже дальше, вот, собственно, вот этих самых христианских идей, перейдем опять к вот этим самым наосферным задачам, к идеям регуляции природы, вот, но важную мысль еще нужно сказать о христианском космисме, который прямо относится к, собственно, вот этому активному, как перед вердяем, проективному пониманию апокалипсиса. Это идея всеобщности спасения. Вот помните, мы с вами где-то, как в какой-то части лекции, я уже не помню, говорили о персонализме и об этом вот таком остром понимании каждого человека, своей уникальности, неповторимости, своей личностности, вот, какой-то такой бездонности своей, глубины. И когда мы, собственно, любим другого человека, когда другой открывается нам, или когда мы дружим, или когда мы вместе работаем и общаемся, в сущности, мы вот эту вот глубину человека начинаем открывать и постигать. то есть нам, вот эта глубина человеческая, она нам открывается. И другой нам тогда открывается во всей его полноте. И вот когда происходит это постижение другого, то даже если этот другой обладает какими-то недостатками, а может быть даже не очень хорошо себя ведет, а может быть даже еще и совершает какие-то преступления, то все-таки смириться с тем, что этот человек, допустим, в финале времен будет отвержен, так сказать, вержен в озеро Огнино, вот, и обречен судом, вот, совершенно невозможно. И, собственно, вот высшие, так сказать, души христианства, они всегда говорили о том, что они готовы были бы быть в Аде с Агре, с грешниками лучше. Есть замечательный апоклиф «Хождение Богородицы по муку». Это апоклиф, который один из любимых апоклифов, так сказать, на Руси, где Богоматерь ходит по муку, и там сопутствует Архангел Михаил, и он ее ведет по муку, и она просит Христа остановить мучение грешного. Вот, прекратите. То есть, в общем-то, как бы, в человечестве всегда было это чаяние всеобщности, состояние того, что все-таки все должны быть прощены. Но, с другой стороны, как применить это чаяние всеобщности, спасение с человеческой свободой, допустим, с тем, что человек говорит, а я там не хочу, или он действительно творит какое-то зло, и так далее. Вот у Федорова была идея условности апокалиптических пророчеств. Здесь очень важная идея, которая, как бы, говорила о том, что, собственно, человечество, оно может избежать суда и осуждения, и вот этого разделения. Именно в том случае, если оно встает на вот эти вот пути благого творчества, пути сотрудничества с Творцом. Он приводил очень важный эпизод из Ветхого Завета, это книга пророка Ионы, где пророк Иона произнес, по слову Господа, произнес такое, так сказать, пророчное наградное Неве, где там всякие были грехи, в том числе и Содомские грехи, и чего там только не было. Они там жили нехорошо, и, в общем, мы совершенно не хотели раскаиваться в том, что они так жили. А вот Иона произносит пророчество, и дальше на Невитяне, еще три дня Невея будет разрушена, и на Невитяне каются. Вот это очень важно. То есть происходит это метаноид, происходит покаяние, и что делает? Господь, он снимает, снимает это обетование и разрушение Невея. То есть он отводит. Значит, и вот для Федорова он говорит, что Бог пророка Ионы есть Бог и Творца Апокалипсиса. То есть для него вот эти все, как бы, катастрофические образы Апокалипсиса, разрушение мира, прихода Антихриста, как бы страшного суда, Гиены Огнины, это как бы образы угрозы. Это некоторая такая божественная педагогина, когда Господь как бы воспитывает таким образом человека. И может быть другой образ, может быть всеобщее прощение в том случае, если как бы человеческий род встает на Божий путь. Кроме того, вот эта идея Апокатастосиса, она тоже утверждалась с христианскими космистами и в духе одного из отцов церкви Сидисли Григория Низкого, который говорил о том, что да, возможно, какой-то процесс, как бы, таких мучений, прежде всего нравственных мучений, как говорит в романе «Братья Карамазовы» «Старик за силу», что такое ад невозможность более любить. То есть нравственные мучения, да, человек проходит какую-то такую баню покаяния, выжигание в себе греха. Причем Федоров очень важную тут подчеркивает мысль. Он говорит о том, что ведь в сущности понять всю бездну нашего недолжного поведения, наших грехов и преступлений, мы можем только тогда, когда мы производим над собой какую-то графскую работу, когда мы как-то возвышаемся в нашей природе. Так вот, уже будучи в преображенном состоянии, естественно, мы сможем во всей полноте, как бы, пережить это покаяние и исправиться. И вот эта замечательная фраза, тоже очень важная для христианского космизма, для идеи апокатастости, об ответственности лучших перед худших праведников-загрешников. Это Бердяев, который со всей его свойственной его горячностью, он говорит о том, что невозможно принять рай, если ближние мои, просто люди, с которыми я встречался, в жизни будут в аду, если в аду будут Бема, как неретизм, Митша, как артист, Бьеты, как язычник и грешный пушник. Те католики, которые в своей теологии шагу ступить не могут без Аристотеля, готовы со спокойной совестью допустить, что Аристотель, как не христианин, горит в адском огне. Вот это стало для нас невозможным, и это невозможность есть великий успех нравственного сознания. Уж если я стольким обязан Аристотелю и Митша, то я должен разделить их судьбу, должен взять на себя их уку и должен освободить их из аду. Вот мы видим здесь вот образ Христа, выводящего из аду Адама и Еву, это знаменитая Евангелие Никодима, апокрифическая Евангелие, из которого, собственно, идет у нас очень великие субботы, и, собственно, иконография воскресения, когда мы изображаем воскресение со шествием Христа в ад, когда он входит в ад и выводит оттуда пранцов Адама и Еву. И в аду нет никого, а пустевая. И, собственно, в пасхальной заутрине, когда мы с вами слышим вот это слово Иоанна Златоустрова, там как раз есть этот образ того, что Ад, огорчися и вел, проснился и вел, вот, потому что, как бы, так сказать, смерть где твой жало, Ад, где твоя победа. Так вот выводит он. И точно так же человечество должно всех своих братьев из ада вынести. И вот эта замечательная фраза Бердиана. Нравственное сознание началось с Божьего вопроса. Помните, с чего начинается история? И когда в мир входит смерть? Когда Каин убивает Абеля, брат убивает брата. То есть смерть входит через братоубийство. И вы помните, когда Каин убивает Абеля, Господь, так бы, так сказать, призывает его, и в глаз он слышит, Каин, где брат твой Абель? Вот это первый нравственный вопрос, да, человечества. Нравственное сознание началось с Божьего вопроса, Каин, где брат твой Абель? Оно кончится другим Божьим вопросом. Абель, где брат твой Абель? То есть ты Абель правильный и спасенный, где твой брат твой Абель? Грешный. Что-то сделать для того, да, чтобы освободить его заново. Вот это очень важно. Ну и дальше, как бы, вот эта проблема, о которой очень любит говорить как раз вот Семенову Светландию Горда, который очень много пишет о космизме, о философии космизма, о значении космизма, собственно, для вот мысли уже третьего тысячелетия. И это вот цитата из нее большая о том, что, собственно, вот человек, как вот это разум сознания природы и как бы, так сказать, божественное орудие христианку в космизме, это, в общем, очень большой вопрос. И это очень большой риск для мироздания, потому что это существо, одаренное свободой. То есть опять же существо, действие которого не расчислено и которое в любой момент можно, так сказать, любое решение сделать, любой выбор, так сказать, для себя сделать и вообще совершенно разными дорогами пойти. Вот. То есть, и вот она пишет замечательно по радифразам, как о роде всего дальнейшего разворачивания, но о роде, наделенная свободой, эволюция словно пошла на риск. Свобода, эта свобода не только говорит, да, вот это преобразование у мира, его преображение, но и нет. Вот вы помните подпольного портанных солиста Достоевского, который, стуча в стену вот этих самых законов природы, как он говорит, которые его всегда обижали, ну, знаменитые записки из-под поля, я надеюсь, что многие из вас это читали, произведение, там такой, так сказать, герой, бунтующий герой, но он бунтует не только против вот этих законов природы, он бунтует и против образов рая, прежде всего против социалистического идеала хрустального дворца, вот этого саморасчисленного человечества, когда он говорит о том, что ну будешь в кармане я этому хрустальному дворцу покажу, потому что я не хочу, чтобы меня лишали мои свободы. И вот этот дар свободы, дар выбора, это чрезвычайно важный и сложный дар, который действительно как бы ставит, вот, собственно, эволюцию и вообще космогенез постоянно, вот, как бы в ситуацию риска, в ситуацию того, что не состоится, в ситуацию того, что обрушится и будет катастрофа, потому что в сущности вот в космизме очень важна эта идея как бы ответственности и личной, персональной, коллективной ответственности человеческого рода за все, что в мире совершается, и за то, как движется, как бы, природное развитие, как движется история, и как движется, собственно, развитие универсимового полнотина. Вот, угрозы забастовки в ноосфере, вот это вот, тут и я, есть такая формула, феномене человека, как бы забастовка в ноосфере, то есть когда, это, собственно, то, что происходит, на самом деле, сейчас, и вообще происходит в человечестве на протяжении, собственно, многих веков, когда мы, как бы, говорим о том, что вот наличное состояние жизни, оно есть то, которое, так сказать, искомо и правило, когда мы смиряемся с этими вот дисгармониями человеческой природы, с наличными его возможностями, когда мы не признаем перспективу вот этого творческого роста, вот, и, как бы, в некотором смысле обрубаемые на люди, когда мы пребываем вот в этой ситуации вражды себе подобными, бесконечных войн, так сказать, катастроф, кризисов, политической борьбы, вот, в такой вот очень живем в узкой пленке настоящей, без сознания какой-то вот этой глубины нашей ответственности за бытие, вот это вот и есть эта забастовка в ноосфере. И, собственно, вот этот вот, как бы, эти, так сказать, этот запасный такой самостейный выбор, он фактически чреват неудачей, вот, и космогенеза. Он чреват именно вот этим самым апокалипсисом и концом, вот, которого, конечно, допустить нельзя, и космисты не хотели бы его допустить. И вот мы переходим, собственно, к идее регуляции природы, которую выдвигают космисты. Это чрезвычайно важное тоже такое для них методологическое развлечение вот двух принципов отношения человека к миру. Принципы отношения человека к миру, такого потребительского, аппаразитарного и творческого. Вот эксплуатация для них, об этом пишет очень хорошо Федоров, и об этом, кстати, прекрасно размышлял экономист и философ Николай Сидницкий. И вот в 20-е годы у него была целая такая работа эксплуатации и регуляции, вот два принципа, как бы, отношения человека к миру. И что такое эксплуатация? Эксплуатация — это такой для него тип отношения к миру, который связан с субъектом-объектом отношений. То есть когда одни особи паразитируют за счет третьих, за других, другие там за счет третьих, третьи вытесняют четвертых. Это принципиально неравноправные отношения, когда, как бы, так сказать, одно за счет другого выживает. Одно выживает за счет другого. И, соответственно, это истощение природной среды, об этом очень много писал Федоров, когда мы можем только выкачивать ресурсы Земли, не можем их возобновлять. Цивилизация, эксплуатирующая, но не восстановляющая, не может иметь снова результата, кроме ускорения собственного конца, пишет Федоров. Вот. И, соответственно, что тогда на место ставится? На место ставится регуляция. Регуляция – это другой тип, собственно, взаимоотношения вообще человека с природой. Это именно субъект-субъектное отношение. Это когда, во-первых, человек относится к миру как к субъекту, когда он относится к природе как к совокупности тварей, любимых и дорогих ему, которые тоже, как вот пишет апостол Павел, стенают и кучаются даны. И нужно, как бы, этой тварью тоже, так сказать, о не печься, ее любить. Но, с другой стороны, как первая цитата, с которой я начинала, отец Павел Флоренский, умерять стихийные порывы природы, да, вести природу гармонизации. Это, значит, регуляция стихийно протекающих в природе процессов. Тех самых, которые связаны вот с этой знамкой патчинами. И вот что это? Землетрясения, наводнения, цунами, да, которые тысячи жизней уносят, эпидемии. То есть это фундаментальные природные мерствия, которые грозят всему человечеству, которые, как вне зависимости от политических, так сказать, экономических и прочих, его пристрастий и принадлежностей, они стоят перед всеми, они всех касаются. И вот это идея регуляции природы, творческой регуляции природы. Она обоснована для космистов, как я уже говорила, естественно, научным тем, что человек строитель наосферный. Более того, значит, я еще должна сказать об одной очень важной идее, которая здесь тоже нам подкрепит эту идею регуляции. Это понимание, рождающейся в космизме, жизни, вообще, явлений жизни, творческой деятельности человека, и вообще разумной творческой деятельности человека в природе, как фактора нейроэнтерапии. То есть того, что как раз противодействует вот этой идее тепловой смерти в себе. Того, что как бы сопротивляется нейроэнтерапии. Даже вот замечательный физик-теоретик Николай Умов, который во многом учитель Вернадского, он предлагал ввести для явлений жизни и сознания как бы третий закон термодинамики. То есть именно человек, вот, и живое, оно как бы не только расточает, оно накапливает, причем сознательно его накапливает, оно упорядочивает. Вот у Николая Умову, у него было такое, как бы представление о человеке, которое как бы было в 80-х, начало стройности в природу, начало стройности, упорядоченности гормона. Вот, и вот это вот внесение в природу начала стройности, это чрезвычайно важно. Это, собственно, есть принцип регуляции. Вот, принцип регуляции. Значит, вот эта антиэнтерапия инсушность жизни труда и творчества человека. Это то, что утверждает космисс충, и то, что уже сознательно как бы становится принципом действия человека в наосфере, принципом наосферского часть. А христианские космисты, они говорят о том, что ну как же вот вам дам мир, что называется, в разумное творческое управление, а вы его расхищаете. Наше назначение заключается в том, чтобы быть орудиями исполнения Божьей воли в мире, орудиями управления, то есть силой, у которой будучи предоставленной своей слепотине, лед несет в голову, в одессе и смерти. Мы виноваты, это очень важно, не только в том, что делает хищничество, но и в том силе, который происходит по нашему бездействию. То есть человек, условно говоря, отпускает природу на ее собственное существование, в ней происходит всякие, так сказать, нестроения, катаклизмы и прочее. И вот он говорит о том, что Бог сон, нельзя сказать, что Бог сон был слепой сил, он создал и разумную, только по бездействию последней творит зло первое. И вот, собственно, принцип регуляции управления слепой, спиртоносной силой живоносной. Значит, какие уровни регуляции, собственно, выдвигают космисты и Федор? Во-первых, это как бы земно-космическая регуляция, это, собственно, регуляция внешней природы, стихийных процессов природы, которая связана, прежде всего, с, как бы, неким таким новым синтезом наук вокруг природы и вокруг человека. И это регуляция внутренняя, это регуляция психофизиологическая. То есть, собственно, у Федорова появляется такая очень важная формула, наше тело должно стать нашим делом. То есть, не только обратить, как бы, энергию такую творческую на создание второй природы, вот такой замечательной цивилизации со всеми ее техническими орудиями, приспособлениями, которые существуют здесь, в мире, но и сам человеческий организм, он тоже должен стать предметом возделывания, он должен стать предметом регуляции. Психофизиологическая регуляция, это все, что связано с продлением жизни, как бы, с замедлением процесса старения, с управлением человеческим организмом, с раскрытием каких-то новых его возможностей, вот, продлением жизни, и, собственно, вершина регуляции, в которой по Федорову все ее усилия, как бы, нравственные и творческие сосредотачивают это, воскрешение умерших и бессмертия живущих. Причем для Федорова это двуединная задача, когда он говорит о том, что бессмертие без воскрешения невозможно, нравственно, не физически, вот, потому что полнота регуляции, она связана с полнотой победы над смертью. При этом для Федорова очень важно, что регуляции мы должны учиться у самой природы. То есть, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что как, так сказать, природа умеет, вот, на путях инстинкта тому или иному, так сказать, живому существу отрастить нужный орган или, как-то, так сказать, дать ему какие-то новые возможности. Также и человек должен уметь управлять, как бы, своим организмом. Очень хорошо об этом в свое время сказал Персон в работе творческой эволюции, когда он говорил о том, что, как бы, есть две таких двужащих силы, собственно, вот, революционных, это инстинкт и интеллект. Если природа, она действует, как бы, на путях инстинкта, то человек, он идет путем интеллекта, он развивает, как бы, разум. Собственно, через разум, через разумное действие в мире, он, как бы, и творит вокруг себя вторую природу. Вот, тем самым, как бы, так сказать, он полагает им такой водораздел между собой и миром. Он отчуждается от природы. Вот этот принцип отчуждения очень важен. Разрыва, раскола, как бы, разума, интеллекта, вот, с природой, с живущим, с живым и теплым, так сказать, миром. И что тогда делать? Чрезвычайно важное качество есть у человека, которое, как бы, есть такой некий сознательный, сознающий инстинкт. Это интуиция. Интуиция. И вот в развитии интуиции Бергсов полагает, как бы, вот это начало нового, вот такого творческого действия человека. Вот. Значит, для Федорова, Федорова говорит о том, что человек нужно овладеть, как бы, теми механизмами, вот, совершенствованием, которое существует в самой природе. Как он говорит, овладеть естественным тканем творения, органом созидания. Значит, что он походил? Здесь очень важное понятие, которое появляется у Федорова Вернадского, автотрусность человечества. В свое время Гердер, немецкий философ, называл человека величайшим убийцем на земле, потому что для того, чтобы жить, ему нужно питаться. И вот это вот фундаментальная несамодостаточность человека, его зависимость от природной следы, от ее предложений. Это ангелесовая педа человека, который не дает ему сдвинуться никуда, на самом деле. Никуда его не выводит, она его ограничивает. Вот. Не говоря уже о том, что в каких-то, на каких-то высших своих взлетах вот этот вот такой, так сказать, пожирающий тип отношения к миру, он мыслится и глубоко бездравственным. Об этом очень хорошо будет говорить литература, мы в следующей лекции об этом поговорим. Так вот, у Вернадского была идея автотрусности человечества, для того, что человек должен, как бы, так сказать, перейти на такой тип питания, который свойственен на растениях. Растения великие, как бы, так сказать, существа, потому что они не уничтожают чужую жизнь, они строят свои клетки в результате процесса фотосинтеза, да? Вот. То есть они автотрофные, самопитающиеся существа. И они восстанавливают свой организм, не пожирая, не творят свой организм, не пожирая чужую жизнь. И вот таким должен стать человек. Собственно, для Вернадский обращает наше внимание на то, что, собственно, вот этот хлорофилм, растение, благодаря которому осуществляется процесс фотосинтеза, визу, вводит линию маклопины человеческой крови. И тем самым, значит, у человека есть потенция к тому, чтобы не стать существом автотрофы. Это тоже путь к свободе человека, к фундаментальной пути, к свободе, потому что полноту свободы человек обретает не только через духовное развитие, через, как бы, нравственное освобождение. Полнота свободы тогда, когда его организм не будет стреложить его духом. Когда его организм будет таким же совершенным, как бы, так сказать, бессмертным, способным к обитанию в различных следах, способным к бесконечному творчеству. И вот это самое естественное тканетворение. Как ящерица, потеряв творок, вот через некоторое время регенерирует новый, так человек, он должен, как бы, вот распределить эти возможности. Вот, кстати, мы вот здесь, как раз, так сказать, целый ряд направлений научного поиска здесь есть. Вы знаете, сейчас есть, например, очень интересное лечение регенеративной медицины, которая, как раз, именно на этом принципе стоит, как бы, вот, того, чтобы выращивание, так сказать, органов и регенерация организма. И вот это, как бы, путь к новому такому типу прогресса. Когда не при помощи техники человек начинает действовать в мире, а новый тип прогресса, который связан, прежде всего, с совершенствованием организма самого человека, органический прогресс. Ну, вот об этих двух направлениях, как бы, техника и органика, мы поговорим тоже, мы уже устали, мы поговорим в следующей лекции, потому что это прямо будет связано, вот это, с философией техники, и с поэзией техники, которая, вот, собственно, так вдохновляла поэтов и художников космейстов в 20-е годы. Вот, об этом мы поговорим тоже. Ну, и, конечно, как я уже говорила, вершина регуляции – это воскресительный процесс, это достижение бессмертия, возвращение жизни, как Федоров говорил, всех, когда-либо живших. Казалось бы, это такая вот невероятная задача, но, тем не менее, Федоров ставит ее как одно из важных направлений научного поиска, он целый ряд, даже, так сказать, перспектив и таких научных направлений задает, в каком направлении это может идти. Но главное, чем он обосновывает, собственно, идею воскрешения, это и нравственности, и чувств. Ну, то есть он говорит о том, что невозможно для человека, который есть существо любящее, вот, любящее другого, существо нравственное, невозможно примениться с тем, что он, так сказать, достигает бессмертия и совершенства, а все те поколения существ, вынесшие от его путью, они останутся, так сказать, в могилах, в браке и в забвении. Это, с одной стороны, оно невозможно нравственно, но оно невозможно и физически, потому что он говорит о том, что невозможно быть микрокосмом, не умея управлять и воссоздать микрокосм или макрокосм. То есть для него воскрешение – это одна из фундаментальных и ключевых положений, вообще принципа регуляции, природу управления городами, потому что для него регуляция, она начинается на земной планете, на планете Земля, но затем в перспективе времени и истории человек должен учиться управлять процессом протекающей вселенной. Это тоже чрезвычайно важно для Федоров. Кстати, именно эта мысль, она нашла такое очень яркое мегалитное отражение в поэзии и в культуре, опять же поговорим об этом, вот, Циолковский очень много на эту тему рассуждал, как проектируя вот это самое космическое будущее, человеческое, космические города, в инжире и так далее. Вот, в 20-е годы, там вот, если вы на выставку пойдете, там есть целые такие картины городов в космосе, но это совсем коротко, потому что это будет предмет следующей лекции. Вот это как раз преодоление, значит, ограниченности в пространстве. То есть, вот, если бессмертие и воскрешение – это преодоление ограниченности человека во времени, вот, то выход через этот космос – это преодоление его ограниченности в пространстве. У Федоров вот такая очень важная формула – последовательные вездесущие. То есть, когда человек, он сможет обитать в разных средах, когда он сможет, так сказать, перемещаться на огромные расстояния, когда он сможет преображать мир и жить в космосе. Вот, очень, собственно, вот, даже некая такая русская идея для Федорова, она была связана вот с этой идеей выхода в космос. Вот эти огромные пространства России горизонтально, да? Вот, то есть мы осваиваем планету, мы осваиваемся по горизонтали пока пространство, да? Вот мы осваиваем планету по горизонтали, а дальше мы начинаем осваивать мироздание, уже как бы эту горизонталь мы вытягиваем вертикаль. Наш простор служит переходом в просторе любезного пространства этого нового поприща для великого подвига, пишет Федоров. Более того, невозможно, опять же, возвращаясь к идее регуляции, собственно, человечеству остаться на Земле и в пределах Земли, потому что Земля, она открыта, она как-то бомбардируется космическими излучениями, об этом пишет Вернадский в книге «Биосфера», об этом размышляет его, так сказать, собрат, замечательный философ и ученый. Александр Леонидович Ижевский, который в своей работе «Физические факторы исторического процесса» говорит о том, что с ней всплески социальной активности человечества, то есть всякие настроения, так сказать, войны, революции, какие-то национальные кризисы и прочее, и природные катаклизмы, связанные там с какими-то эпидемиями, или цунами, или землетрясениями, они являются следствием процессов следствия солнечной активности. И вот он строит зависимость между циклами солнечной активности и процессами происходящего в истории. То есть, значит, получается, что социальная жизнь человечества, она не оторвана от природы, она не протекает в какой-то узкой такой искусственной пленке, в искусственной среде. Мы вынуждены заниматься регуляцией природы, потому что иначе мы не сможем выстоять в нашу социальную жизнь. Это вот тоже очень важный принцип космизма, когда как бы работа человечества в истории, работа в природе — это две составляющие едины его как бы универсальной работы, вообще мироздания. И вот, собственно, это последняя цитата, которую я хочу закончить. Вот это некая перспектива, вот это будущее человечества, будущее — это мироздание, будущая ноосфера, будущее Царствие Божие, когда человеку, как пишет Федоров, будут доступны все небесные пространства, все небесные веры. Когда? Только тогда он сам сможет создавать себя из самых первоначальных веществ, атомов молекул, потому что только тогда он будет способен жить во всех средах. То есть это новое тело, новая телесность, которая сможет, так сказать, не зависеть уже от климата, от питания, от воздуха, от чего угодно, да? А вот быть в гостях у всех поколений, от самых прямейших до самых новейших, во всех мирах, как самых отдаленных, так и самых близких. Управляем их всеми воскрешёнными поколениями, во всех мирах, которые во всей их целости думают предметом художественного дела всех поколений в их совокупности как единого художника. То есть мы видим здесь переход уже к эстетике, мы видим переход здесь к искусству и к назначению искусства. О том, что такое будет искусство будущего, в котором уже не есть искусство форм, не есть искусство, как бы, подобий, как говорится Фёдоровым, а становится искусством в действительности, выходит уже в пространство мироздания. Это, собственно, и было, как бы, предельное, предельное вязание русского аварганда. Вот. И, собственно, именно об этом мы поговорим с вами в следующей лекции. Так, ну это вот наши контакты, это просто, если кому-то будет интересно, музей библиотеки Фёдорова, я понятна, что, естественно, не могла, собственно, охватить всей, вообще, полноты космической мысли. Потому что, вот, очень интересно, конечно, говорить не только о философии, истории, вы знаете, об этике космизма, и очень интересно говорить о социальных моделях, то есть, какой тип общества, скажем, космисты выбирали. Там, в общем, там, это просто вот одно вот это слово, для них образом совершенного общества была Троица Пресвятая, потому что Пресвятая Троица, Бог Отец, Бог Святой Дух, Сределён Неслияна, Нераздельно Божественной Любви, это принцип того, как должны быть соединены все люди. То есть, это принцип соборности, когда признаётся уникальность и повторимость каждой личности, каждого я в то же время, личность не отъединяется от других, а только в братском любовном союзе с другими она достигает полноты и в творческом союзе. Значит, это такой вот образ общества по типу Троицы. Идея христианской политики, тоже очень важная идея, которая в лоне философии космизма была актуальна. Вот отец Сергея Бугакова, Йорф Леван, Владимир Соловьёв, Фёдоров. То есть, когда они говорят о том, что нравственный закон, он должен действовать не только для личности, он должен действовать в межгосударственных делах, потому что мы все как бы члены единого человечества, у которых есть планетарные задачи. И вот эти планетарные задачи, они должны быть выше национальных интересов и национальных эгоизм. То есть, есть некий образ как общий дом человечества, в котором мы все как бы члены единого человечества. Концепция симфонической личности, тоже очень важная концепция, позволяющая как бы преодолеть вот этот алтогонизм космополитизма и национализма, эту антиномию. Потому что как бы это идея того, что нации, они как личности такие собирательные. И каждая нация, она как уникальный песомок, только такая соборная, симфоническая, которая учится как бы лицами нас всех. И вот они как матрешки складывают в человечестве. И поэтому каждая нация свою как бы какую-то неповторимую краску вот в этот оркестр человечества свою работу не повторимого не имеет. И это очень важно. Вот это вот идея симфонической личности. вот. Это все тоже в космизме было. Идея нравственной ответственности науки, это то, что связано с идеей регуляции. Это Вернадский об этом говорит, вообще о планетарной ответственности научного знания. Будь скоро наука строительница ноосферы, значит, она даже не может работать на разрушение, она должна обладать некой такой нравственной волей к созиданию. Вот это тоже очень важно. И вот. Идея смысла любви. И вообще вот когда я говорила о метаморфозе как бы человеческого, то тут вообще целая этика преображенного эра, если вообще перспектив как бы вообще любви вот в этом преображенном человечестве. Я бы тоже поговорю в следующей лекции, потому что это тоже тесно связано с литературой, с культурой 20-х годов, и с поэзией, и с живописью, вот и с музыкой, и поэтому об этом потом. В общем, то есть был целый спектр каких-то важных целей. Значит, если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста. Можно возразить вопрос? Да, возразить, конечно. Я писатель. У меня вышли три книги. По-мениму, я Солик, звать Келик. Так вот, я, в общем-то, согласен, особенно с последним выводом. Но вот то, что вылили все это из творчества Лермонтова и Достаневского, меня удивляет. Вот человек, это союз земли и неба. Клина земная оживает руками Отца Небесного и превращается в человека. Отделяется человек от земли и, как антей, теряет свою силу, отгораживается от неба и сладеет его разум. Когда же человек соединяет силу земли и неба, сердце его наполняется гармонией, а из-под рук его рождается красота. Вот такие часы и минуты родились песни из культуры Микеланджело, Мадонны Рафаэля, музыка Баха. Вот такие часы и минуты родились и умиротворяющие строки для рука. Когда волнуется желтель, чайнива, и свежий лес шумит при звуке ветерка и прячется в саду волюно и слива под сенью сладостно-зеленого листка. Когда росой обрызганный душистый румяной вечером и утром частотой, из-под куста в ладошь серебристый, приветливо кивает головой. Когда студеный ключ играет по врагу, и погружая мышь в какой-то смутный сон, и печень я таинственную сагу, в промерный край, откуда пчет он, тогда смиряется души моей тревоги, тогда расходится морщина на челе, и счастье я готов, я могу приставить на земле, и в небесах я вижу Бога. И вот как эхо ему отвлекается Достоевский, красотой спасется мир, и устами своего положительного героя князя Мышкина, который говорил, что как может человек, как может человек, любуясь смотря на небо, не предчислил. То есть человек, любуясь на красоту природы, растет и живет. Вот еще есть писатель. Можно? Спасибо. Я вам очень благодарна, потому что это очень важное замечание, но дело в том, что здесь никакого противоречия нет, потому что мы здесь о разном говорим, это вообще разное понимание природы, потому что очень хорошо вот наша как раз философ Светлана Семенова, она проводит развлечение публиков природы. Природа как свободность всего живого, к чему мы действительно стремимся душой и приникаем, потому что мы часть этой природы. Мы разумная, только творческая часть, но мы осуществляем, осознаем это родство с миром, мы осуществляем его и должны осуществлять его в истории. Мы абсолютно братья со всеми взглядов первого, против которого и восстают космисты, против которого, с которым должен бороться человек. Так что это разные вещи, когда Лермонтов говорит о том, что настанет день, когда я не смогу сказать я при этой мысли, есть мир, есть ничто, и на каком грязи. Когда в стихотворении смерть, это такое поироническое стихотворение, он рисует образ скелета, там, какой-то такой скелет космический, который шествует через обломки миров, и, так сказать, все уничтожается под его ногами, под его шагом, и он приближается к земле, и в руках костлявых держит по человеку и говорит вот герою, так сказать, Лермонтовску лирическому герою, выбери кого из них, кто из них погиб, и он не может выбрать, он тогда проклинает землю в бытие. Вот вам это же тоже Лермонтов, но правильно у Лермонтова есть и вот это приказ на стихотворение, которое вы прочитали, в котором тоже очень важное, так сказать, для философии космизма это понятие, я просто о нем не остановилась, оно очень важно было для отца Сергия Булгарова, это понятие софийности мира, вот вообще для космистов, они же все-таки христианские космисты, для них есть понятие, Бог же не оставляет этот мир, даже мир, когда он пребывает в состоянии падения, так сказать, падшести, катастрофы, это же не значит, что Бог отделен от этого мира непреходимой пропасти, божественные миры, они этот мир все равно содержат, и вот как бы вот этот образ утраченного и образ этой божественной красоты и гармонии, он есть в мире, он в нем пребывает, очень хорошо пишет об этом Сергий Булгарова, в красоте как бы вечернего заката или утреннего восхода, в дрожжи как бы листка, там цветка, в красоте ребенка, природы и конечно литература и культура чувствительна к этой красоте, это как бы лучи софийности в мире, но полнота этой софийности, она должна быть проявлена при участии человека, вот это тоже о чем говорит христианская косметика, когда не только вот эта вот внешняя красота природы, да и гармония, но это самые прекрасные листочки, они гниют и сливают, и дети, так сказать, вырастают, стареют и умирают, понимаете, там одни животные пожирают других и так далее, вот вам изнанка природного порядка, с ней надо бороться, а конечно вот это стихотворение, когда волновцы желтеющие миво, это и есть тоже образ софийности, как и у Жуковского, когда он видит вечерний час земли преображения и так далее, это тоже как бы очень важно, так что тут это не отменяет, и кстати, когда Бостоевский, вот вы говорите, красота спасет мир, это неправильно ли это? Красота спасет мир, это то, как Соловьев прочел Бостоевского, в романе «Идиот», где звучит эта форма, там мир спасет красота, а расшифровку этой формы мы имеем в подготовительных материалах к роману пьесы, где есть запись «Мир станет красота Христом», то есть здесь не просто красота, эстетическая в неэтическом, а это красота нравственная, красота божественная, красота, которая имеет потенцию роста и преображения, красота, как духовная телесность, как скажет Соловьев, но это вот уже опять в эстетике космизма, это тоже в следующем веке, так что это не, так сказать, эстетически неориентированная красота, а именно красота, которая несет в себе потенцию совершенства, есть образ совершенства. Моя фамилия Струнин, Александр, я тоже писатель. Я вот что хотел спросить, вот при воскрешении, да, как мы будем отделять зерна от плевил? Видите, дело в том, что там Бендеру воскрешают, понимаешь, а я хочу воскресить Пушкина. Как быть? Да. Ну, это вот вопрос об эпокатастрофе. Знаете, этот вопрос очень удивился. Давайте, я просто, понимаете, сейчас вот сама читаю лекции. Когда-то я была ребенком, когда вот как раз у нас Егора Семенова, которая моя мама, которую я очень люблю и чту, и которая, в общем, во многом был учитель, она вот читала огромные лекции, такие большие лекции в техническом музее, где, конечно, было не столько народу, а было народу раздаток в 10-20 больше. Потому что это была перестройка, а какие-то лекции читали еще в 70-е годы, когда никакой перестройки не было, когда это был какой-то единственный глоток свободного воздуха. И вот обычно всегда, ну, в каждой из этих лекций задавался вопрос о воскрешении. Только сейчас мы про Бандеру спрашиваем, потому что для нас актуально русские украинцы в конце. А тогда спрашивали про Гитлера. Нужно ли воскрешать Гитлера? Это был самый важный. Ну, сейчас мы еще можем спросить Сталина, ли нужно ли воскрешать кого-то. Вот, понимаете? И так далее. Вот это вот очень порочный вопрос. Потому что, на самом деле, она тогда очень хорошо отвечала. Она говорила, если каждому узнать то есть выбор, кого воскрешать, а кого нет, то в конечном итоге вот этот самый указущее бес, он становится накаженным. Потому что я скажу, что там вот не надо воскрешать вас, вы скажете, что надо воскрешать меня, потому что она такая сволочь вообще-то недостойкая. Кто-то скажет, что не надо воскрешать Бандеру. Бандера скажет, что не надо воскрешать его оппонента. И пойдет, и поезд. Понимаете? Вот. То есть это нельзя. То есть как раз принцип апокатаспросис – это принцип того, что каждый вот это в этом всему телеперсонализма. Но! Другое дело что-то. Федоров, у нем совершенно нет никакого прекраснодушия. Во-первых, он говорит о том, что это наша общая работа. Во-вторых, принцип воскрешения соединен с принципом искупления Во-первых, каждый все-таки воскрешение предполагает преображение Мы же уже не воскресаем в этом нашем звероподобном виде Мы воскрешаем в преображенном теле Мы воскрешаем на каком-то новом уровне сознания Когда человек действительно, вот, обретает это новое сознание Он осознает вообще, может быть, какие-то свои настроения, преступления Понимаете, и то, что... Ведь все-таки личность же даже не исчерпывается, по большому счету, Не политическими своими убеждениями, не каким-то, так сказать, своим поведением Каждая личность, она делает выбор, да, она сегодня делает выбор в пользу зла Когда она нам оказывается выбор в пользу добра А может быть, в последний момент своей жизни Там где-то на смертном отре, в другие что-то мелькнуло И она поняла, что, так сказать, как-то она себя неправильно вела Нет у нее времени это исправить Понимаете, но... Вот воскрешение всегда идет о том, что обладает неступляющей силой И потом, когда мы воскрешаем всех, можно простить Потому что все возвращаются к жизни Жизнь, жертвы всех преступлений скуплены Условно говоря, воскресают и пандерасы, и жертвы пандерасы Да, воскресают и фашисты, и жертвы фашисты Понимаете, жертвы там, кулакостные и так далее Вот Воскресают все Все имеют возможность примирения И не просто такого, как бы, примирения маниловского А еще какую-то общую работу по преображению этого веры Ведь у Федора, у него процесс воскрешения, он свяжется по поколению Он говорил о том, что, ну, конечно, сначала мы будем воскрешать тех, кто только что умеет Понятно, что мы не сможем там воскресить, допустим, не знаю, наших далеких предков Вот там того, что сдаешься Первоначальный процесс воскрешения, он будет касаться вот только умерших Вот как процесс выведения в состоянии клинической смерти Значит, дальше, дальше Сложнее будет становиться И, соответственно, люди, которые будут возвращаться в жизнь Они будут участниками этого способа для разума Поэтому там Федор в этом процессе воскрешения, он идет на отца к сыну То есть, сын, как бы, условно говоря, сыновья и дочери Они воскрешают своих отцов, те своих и так далее Вот это развертывается, это поколение Поколение человеческой группы, да? Вот они, так сказать, туда-друг Поэтому, это еще будет такая общая работа, которая тоже будет искупитель Кстати, вот интересно, что в таком, конечно, ерническом ключе Очень ерническом, но какую-то суть уловил, впрочем, шаров У него есть такой роман «Воскрешение Лазова» Не знаю, кто-то из вас читал Вот, там, значит, его сюжет в том, что герой постоянно, как бы, приходит на кладбище Потому что он хочет воскресить своего отца А дальше там идет такая ретроспектива в 30-е годы В Сталинскую полку, в эпоху репрессий И финал романа в том, что, да, и, значит, там чекисты Которые могут, понимаете, да, чекисты, которые там расстреливали, казнили, так сказать, репрессировали И вдруг они становятся, они дают обет воскрешать жертву свою То есть они, как бы, говорят о том, что мы тоже будем воскресить с ним Мы хотим справить последствия наших воскресений Я всегда думаю о том, что это, на самом деле, действительно очень важно Ну, тут это, конечно, такой предельный скотч Ну, на самом деле, это так, но сколько бывает случаев, когда люди совершают преступление Какое-нибудь убедение, какое-то нечаянное убийство Ну, простите, ну, вот вы едете на машине, вы сбили человека И что, вот он отчет погиб Вы там свои 4 года отсидели, но вы мучитесь потом всю жизнь От, возможно, от непоправимости произошедшего И, то есть, вот эта восстесительная работа Если мы понимаем, что мы можем в этом соучаствовать Что мы можем работать на то, чтобы вот эти жертвы наших даже невольных преступлений вернулись в жизни Может, не говоря о том, сколько людей может умирить из-за того, что мы, так сказать, как-нибудь с ними плохо поговорили А у человека потом инфаркции не можем Понимаете, вот даже вот на таком уровне То есть, вот это вот, наше какое-то векто в нашей общей работе Он обладает такой воскрешающей, спасающей и преображающей наш свист И поэтому там не нужно будет говорить, так сказать, у кого воскрешать, а у кого нет Потому что все будут объединены субъектами этого воскресительного Виндь, пожалуйста, это совершенно не метафа, это реально воскрешение Федоров говорил, да, какой-то, что в культуре А он не предлагал никакие, все-таки, планирования, которые хотят? Нет, нет, ну да, конечно Ну, у него, я просто об этом не могла говорить, потому что я просто вас, как бы, всех адресую, естественно, книгам Есть прекрасная книжка, вот Семеновый, философ будущего века И Николай Федоров, творчество жизни Там вот это все описано Там целый главу посвященный, такой, как Федоров видел воскресительный процесс Но если говорить о каких-то конкретных путях воскрешения, что у него нету? Во-первых, вот это трава, такой, как бы, генетический путь, как он говорил Что потомки, как бы, записывают себя в предках То есть, в общем-то, фактически, развернуть вот это вот, да, через туэтическую формулу Развернуть вот это древо чеческого рода в спять А потом, да, идея и практика планирования Которые, кстати, восходят все контуицию христианских эскатологов Ведь когда христианство, которое очень материалистическое, это религия В отличие от всех спиритуалистических религий, которые говорят только о духовном бессмерти Ведь христиане, когда не должны были защищать главную идею того, что Христос воскрес Против отличных философов, которые верили только в духовное бессмертие И которые говорили, фи, какое воскрешение Когда апостол Павел пришел в Ариопат и стал говорить о воскрешении То ему афинни, которые любили послушать что-то новенькое, сказали об этом послушать тебя в другое время Не хотели такую чушь слушать про то, что вот это распавшееся тело вдруг может воскреснуть И тогда о чем говорили христианские эскатологи? Они говорили о том, что душа отмечает свои частички, своей печати каждую частицу тела То есть как бы понятно, вот это, собственно, то, о чем когда мы говорили про ДНК, про формулу ДНК То есть фактически уже эти предвидения были И Федоров об этом тоже писал Вот поэтому у него вот это есть идея, он говорит, собирание частиц То есть того, что мы сможем как бы восстанавливать по вот этим вот, так сказать, по одной клетке Фактически восстанавливать человеческий организм Потом у него была такая идея лучевых образов отцов Потому что душа, да, душа ведь необходима все-таки, чтобы человеческая индивидуальность, личность Она возвратилась, так сказать, к нам Вот, и вот у него есть такая идея лучевых образов отцов То есть каких-то таких как-то биополей, которые являются носителями вот этой нашей, собственно, уже личностной, так сказать, духовной природы Которые вот должны быть возвращены вот в этот восстанавливанный организм У него много там, много-много еще подходов, то есть об этом можно говорить, просто об этом надо читать То есть он чрезвычайно был конкретен, но главное, о чем он говорил Он ставил эту задачу воскрешения как направление такого общего научного поиска, медико-биологического поиска Он говорил, что смерть и посмертное существование должны стать предметом изучения и следов То есть вообще сейчас он как раз это очень интересно, потому что действительно сейчас и медицина, и биология Вот, она находится в активном новом состоянии поиска И вот как бы борьбы, так сказать, вот, и по крайней мере от движения видового парьера И борьбы со старением, и мы знаем целый ряд, так сказать, научных коллективов, которые в этом направлении работают Академия Маскула, о чем он может вспомнить, вот И, собственно, и клонирование, это тоже здесь интересное такое, так сказать, интересное направление, которое тоже нужно изучать И, прежде всего, понимать, в планировании все-таки восстанавливается ли в этой уфигании личности, или это только все-таки однояйцевый визнец как-то, да И так, в общем, что с этим делать То есть тут очень много вопросов Федоров, главное, что он делает, его проективный мысль Он говорит о том, что он намечает путь, он не дает, собственно, готовых ответов Он говорит, что ищите, что называется, да, и обращайте Спасибо